А тут как оказались? Да как заваруха это в 14-м началась, я блюнул на эту Болгарию и рванул. Приглушенный свет, никаких костюмов и декораций. На сцене только актеры. Не играют, читают пьесу по ролям. Действие разворачивается лишь в воображении зрителя. Так проходит второй открытый фестиваль современной драматургии. На гильдию драматургов легла задача, что они отбирают около 10 пьес, проводят какие-то внутренние конкурсы на ту или иную тему и отбирают лучшие пьесы. То есть мы уже получаем некий такой хороший продукт с точки зрения профессионалов, которые размышляют по драматургии. А наша задача выбрать несколько театральных коллективов, которые могут прочитать эту пьесу для начала. А все для того, чтобы авторы нашли своих режиссеров. В прошлом году благодаря фестивалю на тему сказок сошлись многие творческие люди, рассказывает Ольга Кобецкая. В этот раз выбрали истории военные. Театры, которые готовы ставить серьезные вещи и, если надо, ехать на передовую и показывать эти спектакли людям, которые в этом нуждаются. То есть это тоже, знаете, не у каждого есть такая возможность психологическая и физиологическая. Реальные истории о реальных людях. Прототипом главной героини пьесы «Ладушки» стала девушка, которая живет в Одинцовском округе. Правда, знакомство с драматургом случилось еще в Чехии. Это была Аня Тув. Я с ней познакомился. И сидя в аэропорту, где-то час сидели, пили кофе, она мне рассказала свою историю. И она впечатлила. Да так, что сначала был написан рассказ, а затем целая пьеса. Несмотря на, казалось бы, детское название, сюжет глубокий и острый. В основе события на Донбассе. Через призму одной женской судьбы. Это пьеса о русском человеке. О русском характере. Вот «Азори» здесь тихий. Это про войну. Это про девочек. Про девочек, про женщин, про русских. Я чуть сомневаюсь, чтобы там немецкие девчонки или французские так себе вели. А наши, да. Наши могут. Исполнительница главной роли Екатерина Анисимова перед выступлением волновалась. Ведь на читку должна была приехать сама Анна. Вы знаете, я так как не знаю, как Анна выглядит, но я думаю, что когда-нибудь мы познакомимся, мне помогла вот именно какая-то схожесть характера и принятие ситуации. Вот, наверное, это я бы так сказала. Среди зрителей были и те, кто еще больше 20 лет назад принимал участие в открытии театрального центра. Вячеслав Киреев все это время не только приходил на спектакли, но и поддерживал коллектив. Это все вместе. Мы не делим, не считаем. Значит, то, кому больше помог, это, наверное, правильно. Как семье. Как семье. Вот так мы, значит, и планируем свою работу дальше. В приоритете у центра и работа с детьми. Иван Шушин не только директор лесногородской школы, но и педагог. Он, как никто другой, понимает важность творческого развития детей. Наши дети всегда присутствуют на новых постановках. Мы постоянно работаем с труппой, с коллективом Ольги Николаевны, который очень часто приезжает к нам на сцену в наши школы. И вы знаете, дети идут на эти спектакли, на эти постановки. И вообще, я вам могу сказать, что ребята занимаются и работают в театре, как ученики школы, так и в целом коллектив. Это очень здорово. Непривычный формат зрителям пришелся по душе. В следующем году фестиваль современной драмы пройдет вновь. А пока актеры театра «Крылья» готовят новые постановки. Карина Яряшева, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».